Внеплановое повышение. С 1 декабря начнут действовать новые тарифы ЖКХ. Изменение размера платы установлено правительством России. Подорожают холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и вывоз мусора. Индексацию тарифов, которая должна была пройти только следующим летом, перенесли на начало нынешней зимы. В службе по тарифам разъяснили, насколько изменится плата за коммунальные услуги для жителей Чувашии. Зимой львиную долю стоимости коммунальных услуг составляет плата за отопление. Причем цифры в квитанциях меняются из месяца в месяц. Чем хладнее за окном, тем больше энергии требуется на обогрев домов. К тому же с декабря платежи будут рассчитывать по новым, вновь увеличенным расценкам. В Чебоксарах и Новочебоксарске цены на тепло устанавливают по заранее утвержденной схеме. Максимальную стоимость определяет служба по тарифам. У нас эти два города находятся в ценовой зоне. Органам регулирования цены не регулируются уже. У каждого муниципального образования, как мы с вами помним, было заключено консессионное соглашение с ПАУТ и Плюсом. Коммунальные услуги уже подорожали минувшим летом. Тогда тариф на тепло вырос на 6%. С декабря в Чебоксарах плата за отопление и горячую воду повысится еще более чем на 11%. В Новочебоксарске повышение на этапе согласования. Рост также может составить 11%. Решение увеличить тарифы на ЖКХ связывают с инфляцией. Подорожали строительные материалы, оборудование и, как следствие, услуги. К примеру, в столице до конца года необходимо заменить 29 километров теплотрасс, модернизировать четыре котельные и построить новую в Заволжье. Если в дальнейшем мы планируем менять, а рост к 2021 году составил такие величины, за счет чего это может быть сделано? То есть это постановление правительства, которое выпущено, оно выпущено не на пустом месте. Был произведен глубокий анализ повышения стоимости материально-технических ресурсов. И именно за счет этого он, я думаю, возник. В службе по тарифам уточняют. Плата за тепло повысится больше всего. Но в совокупности рост стоимости коммунальных услуг не превысит 9%. Так, природный газ подорожает на 8,4% и будет стоить 6 рублей 75 копеек за кубометр. Цена электроэнергии для горожан будет больше 4 рублей за киловатт. Тариф для сельских жителей составит меньше 3 рублей. Плата за вывоз мусора в городах увеличится почти на 6 рублей. В селах на 4 рубля 45 копеек на каждого прописанного члена семьи. Все льготы, предусмотренные на оплату коммунальных услуг, будут сохранены, отмечают в региональном министерстве труда и соцзащиты. С января по октябрь компенсацию получили 290 тысяч жителей республики. К примеру, субсидия положена, если плата за ЖКУ составит больше 22% от дохода семьи. Помощь предоставляется ветеранам войны и труда, инвалидам, детям войны, сельским специалистам. Приостанавливали, если у граждан есть задолженность, обычная задолженность за жилищно-коммунальные услуги. С текущего года условия поменялись, в ЖКФ внесли изменения. Соответственно, мы предоставляем практически всем, не предоставляем только тем, у кого есть уже судом подтвержденная задолженность за последние три года. По предварительным подсчетам, ежемесячный платеж на семью из двух человек, проживающих на 50 квадратах, в Чебоксарах увеличится примерно на 300 рублей. Как в реальности, рост тарифов отразится на кошельках, люди почувствуют в январе, когда начнут приходить квитанции с новыми расчетами. При этом следующую индексацию в стране планируют провести только через полтора года. Ирина Николаева, Вадим Владимиров, Вести Чуваши.